Добрый вечер, новости 24 на ННТ, в студии Махач Курбанов. В коротком анонсе темы этого выпуска. Автобусы по гендерному признаку. Новатором этого выступил турецкий город Малатия. Нужно ли это в Дагестане, разбирался наш корреспондент. Установлен организатор телефонной террористической атаки на Россию. Цель – усыпление бдительности или запугивание населения. Юбилей столицы Дагестана прошел. Праздничное шоу понравилось многим. Но организация порядка, пробки и мусор, расставленный жителями 160-летнего города, оставляет желать лучшего. Установлен организатор телефонной террористической атаки на Россию. Известно, что в ряды ИГИЛ вступил выходец из Ставропольского края. Альберт Абрамов отправился воевать за группировку в Сирию. 28-летний боевик террористической организации и стал зачинщиком распространения массовых сообщений о минировании зданий и мест скопления людей. Напомним, СМС и звонки начали поступать 11 сентября. Из-за этого эвакуации подверглись несколько сотен тысяч человек в разных населенных пунктах по всей стране. Как пояснили сотрудники спецслужб, целью телефонного терроризма может быть усыпление бдительности россиян. Вашингтон может ограничить полеты военной авиации России на США, заявили в МИД. На Москве известно о планах Вашингтона ограничить полеты российской военной авиации на США, сообщил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Михаил Ульянов. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу. Видимо, американцы официально презентуют там свои решения, сказал российский дипломат. По его словам, ограничения могут вступить в силу с января будущего года. При этом претензии в адрес России Ульянов назвал необоснованными. Завершением праздниц в 160-летие Махачкалы явился салют на центральной площади. Однако после на центральных улицах образовалась кипа мусора. Почему мы не знаем свои обязанности, не ценим труд других людей и ссорим у себя дома задавалась вопросом наш корреспондент Ума Ибрагимова. Мнение горожан в следующем сюжете. Махачкала – город, в котором большое количество национальностей и народностей. С благоприятными природными условиями. Здесь есть горы, есть море. Так чего же не хватает Махачкале? Давайте узнаем. Как в других республиках, молодежь, если будет, обеспечивается работа. Тогда будет все хорошо. У нас нету как-то таких санаторий, куда можно приезжать. Есть частные санатории, правда. А таких, как сказать, элитных санаторий у нас нет, куда можно приезжать. Городу не хватает. Парков много. Нормальное архитектурное строение. Кругом грязь, бардак, мусор. Такого еще не было никогда. Не хватает воспитания людям. В плане? В плане отношения к природе, к животным, ко всему. Часто вижу мусор, где мы сидим. Большинство опрошенных считают, что основная проблема столицы в людях, которые безразличны к ее экологии. И лишь единицы считают, что минуса в нашем городе нет. Совсем недавно, а именно в минувшее воскресенье, здесь, на центральной площади столицы, отметили юбилей города. Центральные улицы также были перекрыты и празднично оформлены. Но даже в юбилее города были возмущенные люди. Ведь пробки образовались не только на проезжей части, но и у металлоискателей. Все познается в сравнении. Я был на юбилее на дне города в Волгограде и Листе. Мне там больше понравилось. Мольшинство время ходить невозможно. Странно, свои права мы знаем, а об обязанностях забываем. Словно пробки и очереди на таких мероприятиях есть только в нашей республике. Нам нужны парки, нам нужны скверы, нам нужна чистота. Мы говорим об этом ежедневно, но что же мы сами делаем для этого порядка? Да, юбилей закончился. А что же осталось? А остался мусор. Друзья, я так понял, день города хорошо прошел, да? Вся Ленина в мусоре. Грязь везде. Что это такое, друзья? Надо же как-то аккуратнее. Вот это что такое? Вот оно, наше воспитание, патриотизм и любовь к родному городу. Мы можем бесконечно требовать порядка и чистоты, критиковать и давать советы другим. Но если мы хотим порядка и перемен в городе, нужно начать с себя. Если мы так будем вести себя, смотри, какой грязный во все. Это уборка центральных улиц, это не значит чистота у нас. Антисанитария кругу. В турецком городе Малатье приняли весьма спорное решение. Запустили автобусы, которые предназначены только для женщин. Возможно ли такая практика в Махачкале и что думают об этом горожане? Интересовался Гамзат Нурмагомедов. События, уже вызвавшие общественный резонанс, происходят в восточной части Турции. Там с началом учебного года на улицах города Малатье появились автобусы, в которых имеют право ездить исключительно представительницы прекрасной половины человечества. Из сильного повода туда допускаются только их малолетние сыновья или братья. Что думают об этом махачкалинцы и хотели бы они отдельные автобусы в городе? Узнаем у них прямо сейчас. Молодые девочки, стесняться не будет, культурно себе вести будет. Очень хорошо в нашем городе их такое вести. Я считаю, что это правильно, поскольку особенно в тесных маршрутках, порой для сестер, это очень большая проблема, зайти, как можно сесть, чтобы никого не притронуться и так далее. Сами понимаете. Ну, не знаю, думаю, удобно будет. Чисто женские с детьми, да? Я думаю, это... Я не знаю, я за. Больше нечего сказать. Но были также и те, кто ответил, что в этом нет никакой необходимости. Чтобы это было мудроцикленно? Нет. А зачем это же у нас город такой, в котором мужчины ездят спокойно? Может быть, в данный момент это как-то актуально? Ну, по-моему, это ерунда какая-то. Но в связи с тем, что у нас дамы закрываются, какие-то у них свои какие-то мировоззрения, взгляды появляются. Может быть, это актуально будет в будущем тоже. Я не могу об этом ничего сказать сейчас. Ну, не знаю, как-то мужчины не мешают. Не знаю. Что примечательно, автобусы в Малатии имеют свои отличительные черты. Во-первых, они окрашены в розовый цвет. Во-вторых, на машинах красуются ромашки. Водителем трамбусов тоже являются дамы. Автобусы запустили по просьбам женщин, которым так ездить комфортнее. Это дело законодательно не запрещено. Для этого необходима политическая воля руководителя того или иного региона. И вообще желание горожан. Если люди захотят, если потребность будет, я думаю, в этом ничего запретного нет. И решать за кого-то я не уполномочен. Я думаю, что все-таки этот вопрос и в дальнейшем, и сегодня продиктован практикой. Нововведение уже вызвало резонанс. Кто-то считает, что это необходимый шаг, так как дамы однозначно будут чувствовать себя в безопасности. А кто-то, в том числе и сами женщины, посчитали подобную инициативу посягательствам на принципы светского государства. И серьезным шагом в сегрегации полов. Возможно ли будет эта практика у нас в городе, зависит в первую очередь от нашей инициативы. Главное, чтобы это было удобно и никого не ущемляло. Расул Кишов стал первым в Дагестане изобретателем игрового аппарата. В прошлом преподаватель вуза, сегодня занимается робототехникой. Успешная идея Расула лишний раз доказывает, что для молодежи в Дагестане открыты все пути любого бизнеса. О том, как можно заработать на роботах, Хадижа Курбанова. Полгода мы потратили на создание прототипа, и полгода ушло на то, чтобы сделать такой продукт. Расул Кишов говорит о Рэмбете. Так называется, первый в Дагестане игровой автомат, созданный республиканским изобретателем. Стол, на котором сражаются роботизированные игрушечные машины, собирает вокруг себя очередь из любопытных ребят, желающих испробовать новые развлечения, каждый на своем примере. Суть игры Рэмбет заключается в том, чтобы заработать как можно больше очков, которые отображаются на того механизма. Поразить нафигу при помощи этой машинки за 4 минуты сможет не каждый. Как выяснилось, мальчикам игра дается куда проще. Это признает и сам изобретатель. Не совсем простые правила игры стали маленькой ошибкой задумщиков, но, как оказалось, сложности не отпугивают потребителя. Мне понравилось гонку, когда стреляют ракеты, молнии, снежинка, это все. Расул Кишов является резидентом бизнес-инкубатора Перри Инновации. Выходец из села Кубачини пошел по следам родителей, занимающихся ювелирным мастерством. Изобретатель с детства испытывал тягу к науке и технике, но не все сразу. Некоторое время он работал преподавателем электроники в политехе. И на вопрос, что побудило его уйти с прежнего места работы, он отвечает уверенно. Низкий престиж, низкая зарплата и желание что-то делать, а не просто читать лекции студентам, которым это особо неинтересно и не нужно. Это откровенно на такой вопрос. Оставил работу и занялся созданием роботов. Звучало странно и непривычно, признается Расул. Но в этом его поддерживает семья, друзья и близкие. Значит, все не просто так. В команде с ним опытные коллеги, а по реинновации оказывают поддержку в любых начинаниях. Два раза в год отбираем проекты, из которых выбираем несколько лучших, которые становятся нашими резидентами. Нашим резидентам мы оказываем поддержку как финансовую, это до 500 тысяч рублей на развитие продукта. И помимо этого мы предоставляем ментора. В данный момент Расул работает над робоболом. Это игровой стол с мини-футбольным полем, по которому в будущем будут ездить машинки, с помощью которых нужно забивать гол ворота соперника. В новой модели робобола искореняются все технические неполадки. Здесь изобретатель из Дагестана решил применить беспроводное зарядное устройство. Машинка после каждой игры приезжает на станцию питания и получает заряд автоматически. На вопрос, что же дальше, Расул Кишов отвечает, что не намерен останавливаться. И это только первое его изобретение. Основная задача – это создать технологический продукт, который бы был привлекательным и продавался по всей стране, а лучше по всему миру. Это моя основная задача. И как бы тут на самом деле не принципиально, что это будет, это будут роботы или что-то еще, но главное, чтобы он был технологичный и достаточно интересный. Пока в мастерской Расула и его команды только тестовые версии. Но совсем скоро, обещает изобретатель, рынок робототехники Дагестана пополнится еще большим количеством качественных и интересных продуктов. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим новостям. В Дагестане появится конно-спортивная школа «Джигит». Постановление о создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования подписал председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Расходы на содержание школы возьмет на себя Миноборнауки Республики. Суд обязал власти Махачкалы в течение трех месяцев проложить ливневые и канализационные сети на всем протяжении русла реки Тарнаирка. Специалисты Роспотребнадзора установили нарушение режима эксплуатации водного объекта. Загрязнение его бытовым мусором подтвердился и факт сброса канализационных стоков. Фейсбук может быть заблокирован в 2018 году на территории России. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По словам руководителя ведомства, чтобы этого не допустить, руководство соцсети должно выполнить закон о локализации персональных данных. Грузинский пограничник погиб в результате взрыва газового баллона на дагестанском участке грузино-российской границы. Как сообщает Кавказский узел, со ссылкой на пограничный департамент взрыв произошел в Пятом управлении. По словам очевидца, в результате ЧП погиб один его сослуживец и тяжело ранены еще трое военнослужащих. Завершаем блок новостей курсом валюты на завтра. Доллар 57,51 рубля и евро 68,02 рубля. Еще больше новостей вы можете увидеть на сайте nntv.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова